И так, Сергей Юрьевич Куликов, черепкомпонентная модель ювалистического знака как теоретическая основа лексикографирования однореферентных оценочных слов. Спасибо, Радиса Рабеляева, за то, что она уже озвучила мой первый слайд. Прошу переключить на второй. Итак, в данном докладе я бегло остановлюсь на проблеме вначале лингвистической теории в практике создания систем автоматической переработки текстов, затем кратко рассмотрю некоторые особенности четырехкомпонентной модели языкового знака Раймунда Генриховича Пиатровского, потом перейду к лексикографированию языка агрессии и аксиологической лексикографии. Особое внимание при этом уделяя однореферентным оценочным словам. В заключении вернусь к вопросу о языковом знаке. Можно в следующий слайд, пожалуйста. О взаимосвязи теоретической и компьютерной лингвистики известно минимум с 1950-х годов. Об этом писали, например, в классических работах Владимир Андреевич Звигинцев, Раскин и Петровский. Приведены, конечно же, не все работы, а, на мой взгляд, наиболее значимые. В то же время, в действующих системах автоматической переработки текста знаковость языка учитывается имплицитно. Чаще всего отработчики о ней не задумываются. И это можно просекнуть прежде всего по современным учебникам по компьютерной лингвистике. Например, о четырехкомпонентной модели знака со ссылками на Петровского пишут Зубов и Зубова, Юрий Николаевич Марчук, Валентина Исидоровна Перебейнова. В учебнике Карпеловской говорится о трех сторонней структуре знака, а в коллективном учебнике Ягуновой, Большаковой, Клышинского и других, двухсторонняя модель языкового знака упоминается только в теоретической части. Совсем не упоминают о языковом знаке как объекте лингвистического моделирования. Такие учебники, как вышедший в прошлом году сборник под редакцией Николаева, Митренина и других, классический учебник Барянова, сборник по компьютерной, справочник по компьютерной лингвистике Берри, учебник Мин Николаевна Леонтьевой, учебник Мартина и Журавски, а также немецкий сборник под редакцией Карстенса. Можно здесь? В обзорных работах по теоретической лингвистике знак чаще всего рассматривается как двухстороннее явление, например, как в словаре по лингвистике и семиотике Баранова и Добровольского. Более сложная структура рассматривается только в курсах по лингвистической семантике, где рассматривается прежде всего трехсторонняя модель Фокзона и Рейчерса. Четырехкомпонентная модель языкового знака представлена в различных работах школы инженерной лингвистики. На схеме приведена модель из книги Петровского «Инженерная лингвистика и теория языка». В докладе я не буду рассматривать модификации этой модели, одна из таких, например, представлена в докторской диссертации Елены Александровны Шенгарёвы. Можно все это сейчас? Итак, к достоинствам четырехкомпонентной модели лингвистического знака можно отнести учет речевого аспекта, в частности, коннотат. Другим плюсом данной модели является факультативность отдельных элементов, что позволяет описать как функциональную лексику, так и полнозначную. Ключевым преимуществом модели Петровского над остальными является то, что она изначально ориентировалась на машинную обработку текста. В то же время модели реализуются неравномерно в существующих лингвистических автоматах. Так практически не описано моделирование коднотат. Можно следующее? Между тем, анализ именно оценочной составляющей, эмоциональной оценочной, является ключевым для целого ряда систем автоматической переработки текста, относящихся прежде всего к системам извлечения мнений или анализа тональности. На схеме представлены некоторые ключевые аспекты данного направления. В принципе, в сегодняшнем докладе я сконцентрируюсь по большей части на крайнем левом, это идентификация противоправного контента или лингвистического обеспечения, связанное с этим. Бурный рост разнообразных проявлений агрессии в интернет-текстах вызвал в жизни целый ряд специализированных систем автоматической переработки текста, направленных в том числе на противодействие ксенофобии. В тактике кик-системах наряду с традиционными для технологии автоматического извлечения мнений и подходами на основе машинного обучения используется также база данных, описывающая лексические коннотации. Данные ресурсы описывают лексику определенных тематик, зачастую включают информацию об интенсивности оценки по заданной шкале и содержат иногда текстовое описание, как, например, в словаре Потаповой и Камаловом. Следующий слайд, пожалуйста. Термин «аксиологическая лексикография», который обозначает оценочку лексикографии, введенной Тихоновой в кандидатской диссертации, касается теоретической традиционной лексикографии, но в то же время компьютерная аксиологическая лексикография зародилась в рамках работ по автоматическому извлечению мнений еще в начале 90-х годов XX века. Основные работы в этой области связаны с созданием списков оценочных слов, с указанием типа оценки и реже сочетаемых классов, прежде всего в работах Манфреда Кленнера, Эрика Кембрия, а также Анны Пазельской и Алексея Славьева. В подавляющем большинстве ресурсов игнорируются референциальные связи. Исключение это прежде всего hate-base и racial-sla-database, о которых речь пойдет дальше. Однореферентные оценочные слова описывают оценку относительно одного конкретного объекта. Стоит отметить, что они находятся на лексической периферии. Это прежде всего этническая лексика, религиозная лексика, социальная и политическая. Совсем уж маргинальным классом является темпоральная лексика для слов типа «не до зима», «пере лето». Эти слова морфологически разнородны, они могут быть образованы при помощи префиксов, являться блендами или сложными словами, или же быть морфологически неразложимыми. Например, в префиксных словах типа «анти-турекский» оценка направлена, негативная оценка имеет отношение к Турции. Для сложных слов типа «юдафоб» относительно евреев или же «иудеев», а для слов типа «эфидит» негативная коннотация связана с шиизмом. Следующий слайд, пожалуйста. Одна из самых популярных в словарных работах в области анализа агрессии является база «Хейбейс», созданная в Канаде примерно пять лет назад. Можно увидеть, что в ней присутствует заголовочное слово, язык, указатель типа «адрессии» и текстовое описание. А также существует набор синонимов или вариантов. Аналогичным является «Ratials Law Database», самая древняя из баз данных подобного рода. И видно, что некоторые термины содержат такое довольно странное описание, как само собой разумеющиеся «Safe Explanatory». Следует отметить, что в обеих базах данных лексика представлена и в одних случаях леммами, в других случаях словоформами. Таким образом, представление не унифицировано. Используется только латиница, представлены только имена существительные и крайне редко атрибутивные словосочетания. В заключении, хотелось бы вернуться к проблеме собственного языкового знака. В современной лексикографической практике преобладают подходы по аналогии. Исключения за последние 20-30 лет сравнительно редки. Прежде всего, это проекты типа «Кобинт» и родственные идеологические идеи системной лингвистики Юрия Геренниковича Апрессиана. И проекты класса «Воркнет». При этом в большинстве ресурсов лексикографических прагматическая информация находится на периферии. Так, в бумажных словарях прагматическая, в том числе оценочная информация указывается в скобках, иногда курсивом зачастую просто отсутствует. При этом референциальный компонент для слов, например, «Абамамания» входит в толкование. Для ряда слов типа «Эфидит» может, в принципе, отсутствовать. А в то же время при описании однолеферентных оценочных слов необходимо помимо собственных семантических аспектов учитывать и прагматическое, точнее, коннотат. Потому что без его учета теряется вообще вся суть описания. И для систем автоматической обработки текста это представляет определенный интерес. Так как по запросу, например, по шиитам, можно найти слова, которые не входят в чистый тазаурус, которые бы пользователь не хотел видеть в виде синонимов, но при этом они несут явную негативную коннотацию. Благодарю за внимание.